Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 стихи Толкование блаженного Феофилакта Адам заключил их, а Христос отверзает, дабы ты знал, что и ты отверзаешь их, когда крещаешься Сходит дух во свидетельство того, что крещаемый больше крещающего Иоанна и Иудеи почитали великим, а Христа не так Все видели, что дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос, сей ей сын мой возлюбленный, относился к Иоанну Но чтобы все, видя духа, уверовали, что сей глаз относится к Иисусу Сошел в виде голубя по причине незлобия и кротости голубя Притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота Так и дух святый С другой стороны, как при ной голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист Так и теперь дух святый возвещает разрешение грехов в виде голубя Там лист масличный, здесь милость Бога нашего В котором мое благоволение, то есть в котором я успокаиваюсь, в котором милостив Глава третья закончена Все это событие, бывшее один раз Ну изобразить-то можно хотя бы как-то это, чтобы похоже было Вот на иконах говорят, наши иконописи, размышления, там Владимир Салаухин об этом много пишет Я считал, возвращался к этому, вот как он сидел перед иконами Думал, размышлял, и что-то там есть Ну и к сердцу совершенно это никак не подходит, да и не соответствует действительности Как изображают горы, как копыта какое-то изобразят вверху Стартовая площадка какая-то Ну обыкновенная гора, ее на снимке, посмотри, как изображено И вот у нас какое-то все такое нереальное Я спрашивал, ну почему-то это изображение такое Божьей Матери нарисует Даже цыганка на базаре Там столетняя, лучше выглядит, чем Божья Матерь Ну неужели Господь до Рождества Христова, 5508 лет, выбирал именно такую Даже не надо говорить, говорит, он, Христос, прекраснее сынов человеческих Дух Святой не имеет изъяна Неужели бы он какую-то избрал такую, там Смотреть-то даже, глядишь, ну Никаким образом к Божьей Матери не относится Она с ребенком, да с ребенком все цыганки на базаре Это была прекраснейшая из женщин, естественно Из девиц, женой называется Вот все какое-то у нас такое вычурное, надуманное Я спрашивал людей, которые там имеют к этому дело отношения Скажи, почему Божью Матерь так изображают-то, что Она не вызывает даже приятия такого Говорят даже, вот человек импозантный, там красивый, мужчина Симпатичный, здесь ни одного слова нельзя приложить к этой иконе А когда стали появляться с запада эти изображения Как Сикстинская Мадонна О, как восстали, особенно старобрядцы, да разве можно так Никаких ответов не нахожу Вижу, что помутненный разум все так извращает Но причина-то какая, что ее так изображают-то Она не похожа даже рядом, которая у нас женщина Даже, не знаю, под забор на еду мимо там Какая-то бомжиха, и то лучше выглядит, чем на иконах А чтобы когда молятся Чтобы похоть не возникала Да ты просто чурку изобрази с глазами идола какой-то Две точки поставь, как сейчас рисуют там Для детей такие-то Похоть возникала, какая похоть-то? К кому? На молитве Как правило есть такое А для епископов Что если епископ куда-то там где-то бывает, приезжает Чтобы на глаза не попадала женщина А как же тогда жить-то, когда сама женщина Выходит какой-то бешеный конюшенный жеребец Его надо на растяжках держать Чтобы случайно куда-нибудь Две веревки по сторонам Вот когда кобылу случают с жеребцом Я так вот в заводе видел это дело Причина-то какая? Кто же мы такие? А вот как у мусульманок Она одета в щедру, как в мешок Зачем? А ее хранить надо Выходит, кто они такие? Неистовые, походливые, как демоны Как они себя здесь ведут Это дома у них закон есть Если он так посмеет говорить или что-то Ему мало не покажется И вот здесь голуби самое чистое животное Поговорите с православным Скажи, а почему вот у вас голуби летают здесь? Буквально все загажено на храмах Кормят там тысячи голубей А почему их не Не определяют куда-то? Голубей-то нельзя Святость Голуби святые Значит, осознание того, что Дух Святой Сходил в виде голубя есть А почему их не едят? Это идиотическое мясо Голубей и есть Нельзя Это Дух Святой Ну это в виде только Это не голубь был Это в виде Нельзя Бесполезно и говорить Я говорю, а как же Житие святого Филарета Милостивого Вы его признаете? Ну, кто-то слышал, знает Он все раздавал И когда дочь свою Марию выдавал За царского сына То на обедах были фазаны и голуби Дмитрий Ростовский для чего писал? Осквернить желал или чего? Вот знаешь, как балбешек Каких-то православия набрали Один как-то молился У нас приехал Он был баптист Мы встречались долго И он стал ходить в православный храм А сам грамотный Писание знает Отлично И вот выходит однажды и говорит Уже пожилой он такой Я гляжу, говорит Или Бог у вас одних дураков набрал здесь Или никогда их не избирал Ничего не понимает Только одно В какое плечо Свечку передать Колоть от друг друга А мы стоим в ряд вот так Свечи не берем Если надо, приди до службы Поставь Но не покупай Да свечи-то не чистые все О, баптисты стоят Свечей наших не берут Злоба такая Костылем еще в спину ударить может Ну голуби Это чистое животное Вы сейчас так и говорили На виде голубя Ну хорошо Христос в виде агнца Вот так и называется Веден как овса на заколение Ты овечек ешь Овечек, конечно Копыта раздвоенная Я не про копыта говорю Я говорю о том Что едите вы или не едите Овечек-то Бараны бестолковые Двухкопытные Ну да, едим Но если их едите Так он агнец божий Вот агнец божий Не в виде агнца Агнцом называется Видел я агнца Заклавного от создания мира Почему вы их-то едите Если голубя нельзя Давайте на этом остановимся Нельзя в виде В виде голубини Не голубь Ничего не могут ответить Со священниками говорю Гробовое молчание Антракт молчания Затянувшись на тысячи До две тысячи лет Обучения-то никакого нет И поэтому это все время Надо куда-то ехать Какие-то хаджи совершать К иконам К мертвящим К родникам Вот там-то кого-то расстреляли Ну расстреляли И что из этого Случится Потеряли сына или кого-то И вот скорбит Год, второй, третий Мужчина Жить не могу Да то-то другое Это язычники настоящие Затянувшись говорит Вера в посмеянии от язычников Где вера в воскресенье из мертвых Ну поскорбел день-два Все на этом закончилось Как Давыд говорит Дитё умершее Не вернется ко мне Я к нему приду О чем скорбеть У меня государственные дела И вот все время Теперь Все это размачивать надо Да слезы-то Наполовину из вина состоят Сразу выпивка начинается Сразу же Это Секрета-то в этом Никакого нет Вот она какая у меня Это мне не нравится Подожди-ка Пошли сюда Опа Ох Охотница Подожди Вот он пришел Вот так Считай дальше Глава 4 Евангелие от Матфея 1 стих Тогда Иисус Возведен был Духом в пустыню Для искушения дьявола Толкование Блаженного Феофилакта Сим учит нас Что после крещения Особенно Надо было ожидать Искушений Отводится Духом Святым Ибо он Ничего не делал Без Духа Отводится Же именно В пустыню Дабы показать нам Что дьявол Искушает нас Тогда Когда видит Что мы одни И без помощи Других Посему нам Не должно Оставаться Без совета И полагаться Только на себя Дьявол Называется Так То есть клеветником Потому что Клеветал На Бога Адаму Когда сказал ему Бог завидует вам Он и ныне Клевещет На добродетель Все толкование На первый стих Но толкование Тут никакого Не надо больше Понятно Дальше пошли Второй стих Четвертой главы И постившись Сорок дней И сорок ночей Напоследок Взалкал Толкование Поститься Дабы показать Что пост Есть такое же Сильное оружие Против искушений Дьявола Как присыщение Служит источником Всякого греха Поститься Столько времени Сколько Моисей И Илья А если бы Больше То воплощение Его показалось Бы призрачным Когда уступил Природе Тогда И взалкал Дабы алканием Дать Случай Дьяволу Подступить К себе И сразиться С собою И таким образом Поразить его И не зложить А нам Даровать Победу Все Толкование На второй стих Приезжает один В аптестове Как-то был И он В кафедре Говорит Какое у нас Образование Спроси Что читаешь Библию Ну а кто-то Маленько Знаешь События какие Происходят А зачем Мы же верующие То есть ничего Не надо Там обстановка Нисколько не лучше Слова не знают Вот братья и сестры Вот написано В залкал Господь был в пустыне Есть нечего Так он взял Даже кал И ел Ну где ты взял Такой В залкал Это алжба Это священник Что ли говорит Баптист Баптист Приехал он Из под Ташкента Брат Я был Венсполсе И рассказывает Но это два разных слова В залкал Ты ударение не туда делаешь У тебя получается Что взялкал В залкал В паке бытии Я говорю написано Сядь в паке бытии Что не знают Они Очень и очень Малограмотные В большинстве своем Это сейчас может Какая-то часть Только Ничего не считают А зачем читать Вот толкование Яна Златоуст А зачем он мне нужен Яна Златоуст У адвентиста Седьмого дня Хотя почтение Келени Уайт Там очень много Хорошего Есть у ней Образ святой жизни Здоровый образ жизни Давай сюда Вот так Давай Не могу я тебя Никак сегодня поймать Че ты такая Ну давай Молодец Всю ночь Где-то ходила Гуляла На улице Мышек ловила Давай Ну вот какие У меня кошки Чудесные Столько они Мышек ловят Приносят Она выполняет Своё назначение Че так Беспокоишься Ну А этот Вот разбойник Вот он Появился Он сейчас Мне будет Давать ей Ну Че Вот так А Пошел Лови ее Это мать Свою Он так Лучше Вот прокатиться На ней Давай Считай От Матфея Лучше Лучше И одного хлеба Именно Его Комментарии Священник И когда Пришел Пришед Из храма И когда Придешь Из храма То не спеши Сесть за стол Но сначала Напитай Домашних Тем Чем накормил Тебя пастырь В доме Божием Перескажи Им его проповедь Всяким Словом Это значит 77 книг Полной Библии Это 1526 страниц Это 96 часов Спокойного Медленного Чтения Если человек Приобретает Специально За пять лет То чтобы Стать христианином Оправдать Полученное В крещении Звание Нам не хватит И тысячи Жизней Иисус Новин 1.8 Да не отходит Сия книга Закона От уст твоих Но поучайся В ней день И ночь Дабы в точности Исполнять Все Что в ней Написано Тогда ты будешь Успешен В путях твоих И будешь Поступать Благоразумно Мудрые кулинары Могут приготовить Изысканные яства Для самых Знатных людей Духовную пищу Приготовляет Стоя на коленях Перед Автором Библии Прося У него Откровения Умение Разрешить Таинственный Смысл Божественного Писания Не только Пастыри Но и все Живущие На земле Поддерживают Жизнь В себе Разнообразным Питанием Витаминами Тем более Бессмертная Душа Нуждается В разнообразной Пище Она должна Знать Как поступить В любой ситуации И как Защитить Истинную Веру Какое Горе Ждет Того Кто не Может Защитить Истинность Веры Христовой И этим Приносит Вред Всей Церкви Как Говорит Афанасий Великий Патриарх Александрийский Приготовлять Пищу Пусть даже Самую Простую Должен Уметь Каждый Каждый Христианин Чтобы сохранить Свою Жизнь Должен Знать Священное Писание Все А не Выборочно Через Слово Божие Мы познаем Волю Творца Иоанн Златоуз Говорит Что Если Ты Не Читаешь Библию Ты Не Знаешь Волю Создателя А не Знай Его Законы Ты Поневоле Нарушаешь Их А нарушая Заповеди Божии Ты Погибаешь И это Все От того Что Ты Не Читаешь Священное Писание Все Комментарии Закончились Что-то Сегодня Беспокойно Так Видишь Себя Так Вот Я хотел Сказать Что Слово Божие Известно Только По Отрывкам Для Православных Кто Ходит Даже Причащаются Если День Журналистики Какой-то Так Вначале Было Слово Вот Вначале Было Слово И что Какое Слово Никто Не знает Но Это Выражение Беру Знаете Что-то Из Евангелия Нет Ну Что-то Употребляешь Название Статьи Газете Краевой Употребляется Другое Сажусь Трамвай Ну Так Назову Печатный Баннер То есть Плакатик Красиво Оформлено Блюдо С колбасой И надпись Это все Печатное Так Не хлебом Единым Жив Человек Ну То есть Колбасой Еще он Жив И не хлебом Одним Жив Человек Употребляют В разных Вариациях Я говорю А вы знаете Что-то Неполная Фраза Как Неполная Но Потом Берет И на Несвойственно Незвергнуть Беснующихся Маленький Там Идет Вон Мудрый Первое Ставься вниз Хотя Ко Христу Не относятся На руках Понесут тебя Но Сатана Не боится Живые помощи Читают Как говорят От Сатаны Нужно читать Девяностый Псалом Живущий Под кровом Всевышний Он сам Его считает О Глянь Какую Мышь Принесла Ну Подожди 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 Маленько Первый раз Такую мышку Вижу Подожди Посмотри Какая Не давай Никому Сейчас я Вытащу Подожди Вот так Я Маленький Ушел Вот это Да Да Какая Красивая Это Она Вот Какая Хорошая Мышка Белый Где он Есть Белый Белый Я Сейчас Минутку Маленько Отвлекусь Он Удрал Вон он Иди сюда Иди Ко Иди Сюда Белый Белый Иди Ко Мне Иди Скорее Вот Какой Хорошенький Ой 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 Вот Какой Он У меня Хороший Смотри Какая Вот Она Мышка Твоя Бери Ну Беда Теперь Теперь Не до Игры Вот Он Пришел Это Пришла Бабушка Принесла Рыжая Вон Она Под Стулом Стоит Поиграй Поиграй Маленько Поиграй Ой Понес Вот Она Где Пошел Ну Давай Дальше Видишь Как О Вот Ему Нет Трех Месяцев Но У него Уже Все Есть То Чтобы Спасать Нас От Мышей Вот Она Ночью Сколько Раз Вы Приносила В Подпол Через Фундамент Дырка Там Прошла А Это Все Слопает Он Даже Играть Не Стал А Что Играть Это Как Высший Сорт Колбасы Видать Вот Он Как Это Сбоку Надо Показывать Не Сверху Немножко Склониться Чтобы Прям На Уровень Пола Взять Вот Как Он Употребляет Это Дело Глаза Увеличить Показать Некоторые Городские Это Не Видели Никогда Когда Я Так Меня Так Благодарили Первый Раз Вижу Как Появляется Теленок На Свет Я Никогда Не Видел Просто Потрясена Как Появляется Копытца Ноги Ну Дальше От Матфея 4 7 Иисус Сказал Ему Написано Так же Не Скушай Господа Бога Твоего Толкование Христос Кротко Отражает Его Научая Нас Побеждать Демонов Кротостью И Смирением От Матфея 4 8 9 Опять Берет Его Дьявол На Весьма Высокую Гору И Показывает Ему Все Царства Мира И Славу Их И Говорит Ему Все Это Дам Тебе Если Пав Поклонишься Мне Толкование Дьявол Явился Ему Чувственно В виде Посему Чувственно Же Показывал Ему С горы И Все Царства Подставляя Их Пред Очами Его В призраки По Своей Гордости Он Признает Мир Своей Собственностью Так И Ныне Он Говорит Любостяжательным Что Они Поклоняясь Ему Будут Иметь Все Это Все Толкование Ну и дальше Считай Матфея 4 10 Тогда Иисус Писание Господь Заградил Устав Врагу Комментарии В эти Три Искушения Дьявол Вложил Все Соблазны Мира Чрево Чудо И Авторитет Спаситель Каждый Раз Отвечает Текстами Священного Писания Ни на Одно Слово Христа Сказанное Из Библии Дьявол Не дает Ни Одного Слова Возражения Почему Если Змей Все Еще Сомневается Кто Перед Ним Действительно Ливоплотившийся Сын Божий И Это Сомнение Разрешится Только При Распятии Воскресении То Относительно Слова Божия Противник Неба Уверен Что Иисус Из Назарета Плотник И Сын Марии Приводит Слова Того Кто Сбросил Его С Неба Кто Лишил Его Звания Херувима Осеняющего В Каждом Слове Божием Враг Видит Автора Этих Слов Чувствует Его Присутствие И Не Выказывает Никакого Сомнения Относительно Истинности Этих Изречений Этим же Методом Отвечать Цитатами Из Библии Пользуются Все Святые При Разговоре С Дьяволом И Ни Разу Сатана Не Опровергает Этих Слов Как Будто Они Прожигают Его И Опрокидывают И Делают Безмолвным Люди Изучают Различные Науки И Искусство Риторики Умение Побеждать Соперника Но Ничто Не Может Сравниться С чистым Словом Божиим С Его Силой И Неотразимостью Никто Хуже Православных Не знает Библию Ее Содержание Это Почти Полностью Касается И Пастырей Доколе Библия Не будет Стоять На первом Месте В сознании Людей Пока Евангелие Не займет Центральное Место В разуме До тех Пор Называющие Себя Верующими Будут Поражаемы Дьяволом И За Эту Не Наученность Понесут Ответственность Те Кому Вверены Эти Овцы Люди Придумали Различные Обереги Надписи Священные Предметы И Особенно Девяностый Псалом Чтобы Отбиться От дьявола Предполагая Что он Всего Этого Боится Ну Вот Здесь Видим Что Лукавый Сам Читает Этот Псалом Давида И Пользуется Им Как Своим Оружием Даже Против Христа Все Комментарии И Вот Отвечать Цитатами Писания Я еще Раз На этом Заостряю Внимание Что Сатана Не Возражает Любой Ответ Христа Он Мог Быть Просто От Христа Потому Что Он Автор Библии Но Христос Цитирует То Что Уже Написано Было Из Библии Мы Признаем Что Христос Есть Бог Но Бог Вначале Было Слово То Он Автор Слова И Есть Однако Он Цитирует Библию А Что Ты Мне Цитат Не Как Маус Зедуна Ты Как Угодно Говори Но Вот Доказательство Я Стал Думать Почему Сатана Не Возражает И Почему Он От Вообще Вот Насколько Он Дружествен Ему Мне Показалось Так Что В словах Христа Есть Нечто Вот Сегодня Как Сказать Как Лазерный Луч Какая Мощнейшая Энергия Идет Которая Пожигает Сражает И Сатана Ничего Не Возражает Ну Ну Любое Слово Из Библии Возражать Могут Сектанты Там Когда Беседуешь Батюшки Православ Ну Это Когда Там Сатана Не Возражает То есть Люди Что-то Не Чувствуют Слове Божьем То Что Переживает И Чувствует Сатана Ну Хотя Бо Один Раз Три Вопроса И Три Раза Написано Слово Написано Это Центральное Место На Которое Надо Обратить Внимание Во Всем Это Написано Его Надо Знать Что Оно Написано Это Не Буквы Это Нечто Поражающее Это Нечто Неопровержимейшее Я Специально Об этом Молился Я Остановился На том Что Это Нам Не Понять Это Надо Просто Принять Ну Я Знаю Много Из Библии Цитирую Но Я Не Могу В ней Ощутить Того Что Ощущал Тогда Сатана И Чтобы Все Правильно Понимать И Не Возражать Святые Отцы Потратили Очень Много Времени Для Сатаны Ни одной Минуты Не надо Было Он Мгновенно Это Ощутил Написано Не хлебом Единым Будет Жив Человек Но Всяким Словом Дальше Сатана Уже Знает Слово Опять Ссылается На Слово Бросься Вниз И Дальше Написано Не Искушай Господа Сколько Искушений Люди Творят Вот Показывает Фильм Поставили Хороший Вольф Мессинг Вот Разные Карты Разгадывает Но Неужели Христос Этим Занимался Разгадывал Что Буби Червит Там Тебе Ясно От Кого Это Кто Карта Занимается Говорит Когда Война От Какого Числа Победа Тирана Ничто Не Показывает На Божественный Дар Это Дьявола Здесь Определенный Дар Знание Священного Писания С правильным Пониманием И Столкованием Вот Что Православным Не Хватает И Поэтому Они Терпят Поражение На Всех Фронтах Подошел бы там Ульянов Ленин Стал Говорить Сразу Из Писания Мы Сказали Моритесь За старей Начальствующих Не Злословьте Начальствующих В народе Почему Это Не Отвечали Дворяне Они Не Знали Этого Они Не Знали Последствия Слова Божия А По Закону Божию Ульянов Школьник Получал Пятерки Но Он Не Знал Его Это Слово Божье Он Совершенно Не Знал Он Не Чувствовал Его Для Меня Когда Я Обратился К Богу По Евангелию 27 Сентября 62 Году Оно Зазвучало Как Удары С Неба Которое Все Стало Разрушать Учусь Я В это Время Высшем Мореходном Училище Для Меня Все Поблекло Ненаписано А почему Для меня Не написано Я понял Что В данной Ситуации Я Имею Меньшее Понятие О Боге Чем Дьявол У меня Нет страха Того Что у Дьявола Есть И Вот Этот Накал Страсти Болезненной Коснулся Меня И я Понял Слово Божье Я должен Знать В это В это Время Я Занимался На Семи Языках Какие Это Знания Мелкие Такие Я даже Знания Не считал И вдруг Я понял Я ничего Не знаю Нет У меня Уважения К Слову Божьему И первая Молитва Моя Была Когда Сказали Молись Своими Словами У меня Веры Нет Веры Что Здесь В Библии Написано Все От нее Первая Моя Молитва И Бог Мгновенно Ее Принял И 50 Лет У меня Ни разу Нигде Ни в одном Слове Не возникло Сомнения Что это Не так Меня стали Сразу Упрекать Я вот Поехал Когда домой В Латвии Там Корабль Приписан Был В Рижском Порту Поехал В Загор Встретился С семинаристами Как помню Весеннее утро Солнце Тепло А почему-то Я вызвал Их интерес Большой Они прям Семинария Там Студентов Столько Академия Собрались Вокруг Я стал Говорить Одни говорят Баптист Вот Говорят Не баптист Он говорит Рукой Крестится Это не баптист А почему Он тогда На Библию Опирается Я стал Спрашивать Они Библию Не знают Я одно Место Цитирую Другой Ух У нас И профессор Так Библию Не знает Как они Начали Я разговарив Разговарив С одним С другим А отзывы Я эти слышу Я думаю Как же Они Библию Не знают Да эти Они же При первой Встрече С баптистами С сектантами Они потерпят Поражение Они еще Не могут ответить А им это И не надо И в Конституции СССР Изучают У них Я потом понял А для чего Тогда вообще Это семинария Нужно А как выходить Как кодилам Махать Но не это главное У них Библия есть Там Догматическое Богословие Нравственное Богословие То есть Они его Разложили Богословие Как говорят Я богослов Бог Ослов Для слов Ну и Дальше Что Богословие А вы пользуетесь Библией Так чтобы Вопрос Жизнь ставит Никто-то Они не знают Теперь я нашел Ответ Для чего Семинария Академия Для того Чтобы умно Грамотно Неопровержимо Опровергать Библию У них Только одно Объяснение Защита Любого Беззакония Которое В церкви Вот это Им необходимо Какое Бо Во время Службы Идет Торговля Ну а как же Это же икона Это нельзя Никак По-другому То есть Они не верят И далее Когда я в жизни Стал встречаться Со священниками И знание Библии Нужно Только для одного Чтобы Оправдать Беззаконие Которое Творится Перед Их глазами Оглашенные Изведите Они даже Не знают Кто такие Оглашенные Они не могут Никого вывести Пришедшего С улицы Любого Причащают Все Сыгане Колдуны Все Причащаются Все Коммунисты Только с властью Без властью Они никуда Не могут Шагу шагнуть Авторитет им нужен Падше Поклонись перед ними Вот Поминайте Нет нашего Епископа Но мы Принадлежали К русской Православной Зарубежной Церкви Мы к ней Принадлежим Вот А почему Патриарха Не поминаете Ну я не буду Поминать Что Он не спасется От этого И вот такие Условия Ставят Любым путем Подмять под себя Да это авторитет Дьявольский Я вижу Что не от Бога А почему Вы не с нами Причащаетесь Но если я не Причащаюсь С тобой Я могу Поставить вопрос Почему ты с нами Не причащаешься У нас Потому не причащаешься Ты придешь У нас батюшка Не допустит тебя Без проверки А я у вас Не причащаюсь Потому что там Все до единого С улицы идут Никто ничего не знает Я не знаю Действительно ли Ваше даже Таинство Потому что Все архиереи Сто процентов Были ставлены ЦК КПСС Нам это надо Так на сегодня На 3 октября 2013 года Достаточно Последнее известие Чуть-чуть Послушать Пару слов Хотя бы Ой 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 Всё Это последующие Докрайники Града В всей территории Социальной сферы И все людей Которые на В всей территории Проживают В этом Глава Госпин При этом Путин отметил Что важно Сбалансировать Определенные Приоритеты В сфере Культуры Обороны И так далее По данной ЛВП Россия Близка К тому Чтобы стать Первый Ковник Европы Но в два раза Уступает Развитым странам По производительности Трудам Это последний месяц Субтитры Выступая на форуме Компетабаркетала Россия зовет По словам президента Вместо старых археи Рахаичных И подчас Низкооплачиваемых Рабочих мест Можно дать миллионам Наших граждан Более высокооплачиваемую И перспективную работу Прежде всего В современных отраслях И бояться Безработицы При этом Не надо Рост безработицы Он конечно При структурных Изменениях Возможен Но если Своевременно Вовремя И профессионально Хочу еще раз подчеркнуть Действовать То Люди прекрасно Будут понимать Что им предоставляется Возможность Получить дополнительное Образование Улучшить свою Квалификацию Получить другое Более высокооплачиваемое И более современное Место работы Но если Не позаботиться Об этом Заранее А просто так Бездумно Закрывать предприятие Вот я хочу сказать Уступает президент Ну и что он говорит То что для вечности Нет конечно У него и задача Такой не стоит Хорошая работа Получать зарплату Да это же любая бабка знает Президенту ли об этом говорит Его загружают Такой работой Как у нас тут Председатель Всесовета приехал У коров берут Анализ крови А он стоит Пробирки держит То есть Совершенно нечем заниматься Вся власть куда-то ушла Его слово Это закон должен быть У нас президент Не может делать То что ему делают Со всех сторон Опутали Вот считаешь И думаешь Господи помилуй За него надо молиться День и ночь Чтобы он занимался тем Как людей привести К Богу Этот мир установить Вот только забота Уступает Мусульмане зарезали Убил Через полтора года Он уже на свободе А русского За одно слово Запечатали По 10 лет сидят Там какая статья Как Квачков Там этот Владимир Леонид А президент Одним указом Сегодня всех освободил Под заключенных Она другая жизнь была Обличительный голос Нужен нам Кто слово против На площади Там против Навального Я этого уже не знаю Президенту нужно Просвещение ума От священного Слова Божия Чтобы Библия Была всегда В его руках Однажды Я считаю Написано было В газете Прочитал Что президент Дает интервью И говорит Я когда лечу У меня с собой В самолете Библия Это Владимир Владимирович Путин Говорит И есть время посчитать Но считает ли он Время то есть Ты правильно сказал Сидишь в самолете Ну а что в самолете делать Там свободного Время немного Есть время посчитать Но считает он Или не считает У нас Я в Барнауле живу На Ленинском проспекте Иду И написано Представительство президента Единая партия Я зашел Вы имеете отношение К Путину Как его представители Здесь А вот я хотел бы Послать ему подарок А какой Я насчитал Библию Она у меня Наплетает Библию От корки до корки 96 часов слушать Он много летает Ему глаза устают Там может трясет А он наушники надел бы И слушал Это в интернете есть А вы сами ему пошлите Я говорю Тут архипелаг ГУЛАГ Златоуст у меня начитанный О это здорово было бы Ну я визитку дал Ну послал Но ответа не было Но у нас с уведомлением было Уведомление пришло Что получено И послал ему Трехтомник Нового Завета Вот у нас он Держит Трехтомник Это прекрасно изданное Вот оно как Выглядит Посмотри Новый Завет Тритома Вот он Новый Завет Видишь как И тут Нами раскрашены Иллюстрации Гюстава Доре Вот они Какие чудесные Вот они Это мы раскрашивали Больше года Тут несколько человек Вот Послали И потом мне говорят Показывать библиотеку Путина И ваши книги Вот эти Они видишь Закладками Под цвет российского флага Первый том Белый Дальше Синий И красный Откровение Это третий том Который Послал Это и Медведеву Дмитрию Анатольевичу Но Слушает он или нет Я не получил Уведомления Я очень желал Чтобы президент Слушал библию Ну а он если не верующий Как не верующий Он когда совершает Крестное знамение Он совершает Вот так Как положено А патриарх Когда крестится Он вот так вот крестит Где-то в карман туда Руку сует Не поймешь Под ребра Я ни разу не видел Чтобы патриарх Кирилл правильно Перекрестился А небрежному маханию Вот этому вот Златову Бесы радуются Выходит патриарх Беса тешит А президент Совершая крестное знамение Свидетельствует Что Христос Умер на кресте Я не утверждаю Но мысль такая Рождается А президент Усилить надо Молитву Чтобы слово Божие У него заняло Первое место Я не знаю Правда или нет Говорят президент Страны нашей Развелся со своей женой Людмилой У него взрослые дочери две И будто бы Женился На другой Я слышал Я думал Это карикатура У меня все утверждают Да именно так Как так Как законную жену С которой стоял В храме Христа Спасителя Молился и оставил Она неверная была чем-то Или у нее какие-то там Неприятные бугорки Появились на лице Она лещилась там якобы Так это не причина Она изменила тебе Нигде об этом не говорили Я и не думаю А почему Ну ладно Бывает в жизни так Бывает Это поступок Ирода Ну а почему Иоанн Креститель обличал Не должно тебе иметь жену Почему Патриарх Кирилл Гундяев Не говорит Слушай Владимир Ты в храм больше не зайдешь Оставь эту прелюбодейку Ты не имеешь права Ты даешь законы А какой закон Какое направление Господь дал тебе А другие князья А другие князья твои будут Вспомните Когда Артаксеркс По совету князей Остинь отстранил Она не послушала его Там было только непослушание Если ты ее не накажешь Так же будут поступать С мужьями Княгини Дворяне Простолюдины И развалится государство Они вот куда подвели итоги Он послушал их Так и здесь Это вторая твоя Кто она такая Откуда Молодая Красивая Там говорит Спортсменка Я знаю Чемпионы Они эти Красивые Но она незаконная жена И патриарх должен был Прямо перед всем народом Сказать Боится Если он боится То боится Потому что Государство отнимет Льготы Которые дает Они их И АПК Это из церкви Это из школы Выкинут Из военных ведомств Они Как говорится За полминуты Никто не будут Они без государства Патриархия Ни шага не может шагнуть Они со Сталином Соединяются За рубежом С Гитлером Там они Проставляли Это все было Фотографиями доказано Там Анастасий был Митрополит А тут Семанский Сергий Строгородский И прочее Работа то есть И опять же На первом месте Слово Божье Он подвел и сказал Смотри Дорогой президент Вот написано Если при живом Муж выйдет За другого Называется Прелюбодей Это означает Если при живой Жене Ты женишься На другой Не имея вину Ты прелюбодей Тебя отлучать Надо минимум На 12 лет Ладно По льготам Там каким-то 9 лет Но 9 лет Ты распределить 3 года Ты в храм Не заходи Стой И не просто Не ходи А ты должен стоять Иначе Иначе я тебя Причищать не буду Народ Это ждет Я уверяю Что Не Не Всяким Говорится Делом Мы должны Восхищаться У президента А именно В положительном И патриарх Должен это сделать Не когда-то А сегодня А вы могли бы ему сказать Я сказал уже Я об этом говорил Неоднократно Доступа у меня Никакого нет Туда Да спасет Господь всех Кто слышит Слово Божие И чтобы Президент этот Который хорошо Умеет креститься Рукой Не погиб А патриарх Набрался Мужества И облечил его И расторг Этот беззаконный Несчастивый брак На сегодня У нас хватит Пока Слава Божию А то меня за язык Потянут Скажут Ты как Против президента Против патриарха Я не против Я за Потому что Все эти удовольствия Сладости Радости Они хочутся Здесь на земле А Бог будет судить Нас по Библии Это Евангелие от Иоанна 12.48 Господь говорит Я вас не сужу Слово Которое я говорю Оно будет судить Вас в последний день И эти Незаконности Наши Беззаконности Они все явятся В таком страшном свете Мы даже Будем удивляться Неужели это я Обольстился чем-то Да все то же самое Та же гниль И тот же гной Она ничем не лучше Как говорится Незолочеными краями Это не надо Это беззаконие Ему надо назвать Вещи своими именами Все Но шары Вот он У нас Это беззаконие